Итак, здорова. Появилась идея для снятия ролика. Довольно внезапно, кстати. Я раньше об этом вообще не задумался, я даже не знал об этом. То есть я как-то один раз, по-моему, слышал об этом, но я вообще не вник, не понял нафига, и поэтому мимо ушей прошла эта фигня. А вот последнее время, буквально за недели две, я еще несколько раз на нее наткнулся, на эту фигню, то есть не специально, а именно случайно, и решил вникнуть поподробнее, и понял, что в принципе это довольно интересная фигня, и захотелось проверить ее. Вот, короче, и заключается эксперимент этот в том, что как бы у жестких дисков, ну, у старых, интерфейс был IDE, то есть интерфейс подключения к материнской плате, то есть это такой широкий шлейф здоровый, ну, они, естественно, были медленными, то есть это очень старая херня, как бы, вот. Современные же жесткие диски подключаются с SATA проводом, вот, и как бы современные жесткие диски могут работать в режиме как IDE, так и IHCI, то есть, короче, более современный режим работы жесткого диска, я, может, не совсем правильно буду это все говорить, я, в принципе, не особо вникал, для меня не это главное. Главное то, что я знаю, что современные жесткие диски могут работать и в режиме IDE, и в режиме IHCI, причем в режиме IDE он идет как бы по умолчанию, то есть ты, когда подключаешь даже самый современный жесткий диск и даже SSD диск, он по умолчанию будет работать в режиме IDE, то есть вот в этом старом древнем как бы режиме, вот. И, собственно, последнее время, когда я вот начал натыкаться на эту фигню, собственно, что меня заинтересовало, то что некоторые люди говорят, что при переходе на одном и том же железе, при переходе с режима IDE на IHCI повышается скорость, то есть как бы современные жесткие диски и SSD диски, они затачиваются именно как бы под IHCI, как бы, ну, насколько я понял, и в режиме IDE они не будут раскрываться полностью, и поэтому, типа, опять же, типа, я не знаю, насколько это правда, то есть все вот это вот я сейчас буду делать в первый раз, вот, то есть я не знаю, результат какой будет или не будет, ну, как бы люди говорят, что, типа, при переходе с IDE на IHCI, если позволяет, опять же, материнка, BIOS и сам жесткий диск, то скорость вроде как повышается. Ну, собственно, давайте проверим. Ну, собственно, вот он мой жесткий диск, работает он в режиме IDE, то есть вот IDE, ATA, короче, хуйня какая-то, ну, короче, работает он в режиме IDE, остальные SATA порты, они вообще пустые. По идее, когда я переключу режим, здесь должно появиться не IDE, а IHCI, вот, собственно, в идеале, как бы, в режим IHCI нужно переходить до того, как ты поставил операционку, то есть собрал компьютер, подключил жесткий диск, идешь сразу в BIOS, там выставляешь режим IHCI, если, опять же, позволяет железо, и потом ставишь в винду, и все, она работает как бы, она уже ставится на диск, работающий в режиме IHCI. И если, когда ты уже поставил винду, ты точно так же попробуешь сделать, у тебя ни хера не получится. И, собственно, для этого случая есть второй. Это просто альтернативный способ, если винда уже установлена, и ты не хочешь ее переустанавливать, только чтобы перейти в этот режим. В него можно перейти так же, когда у тебя уже установлена винда, и переустанавливать ее не обязательно. Вот, ну, собственно, сперва покажу то, что, опять же, тестировать я и первый раз в режиме IDE, и второй в режиме IHCI буду на абсолютно чистой системе, то есть вот у меня никаких программ дополнительных нету, то есть только вот диспетчер задачи и CrystalDiskMark, то есть, чтобы оценить скорость. В остальном же система абсолютно чистая, то есть никаких лишних программ жирующих мощность нету, то есть, видите, бездействие 99%, то есть абсолютно чистая. Вот, и, собственно, настройки 9 проходов, 1 гигабайт и диск C, то есть в обоих случаях условия тестирования будут одними и теми же. И максимальное число проходов для того, чтобы результат был как можно более средним, то есть, чтобы не приходилось сам тест вот этот проводить несколько раз. То есть я один раз проведу в режиме IDE и один раз в режиме IHCI. Собственно, тест пошел, но он будет длиться довольно долго, поэтому я покажу уже результат. Так, ну и, собственно, вот такие результаты показал жесткий диск в IDE режиме, то есть скорость записи больших файлов чуть выше, скорость чтения больших файлов чуть ниже, а скорость записи маленьких рандомных файлов, наоборот, ниже, а скорость чтения мелких файлов, наоборот, чуть выше. Но мелкие файлы тут, конечно, просто смешное число, то есть меньше 1 мегабайта. Ну, короче, теперь, что нужно, собственно, сделать, чтобы перейти в режим IHCI, не переустанавливая винду, идем в меню пуск, строка поиска, регидит, запускаем от имени администратора, в принципе, это может даже и не обязательно, но я реестр всегда от имени администратора запускаю. Локал машин, дальше система, потом курент контрол сет, потом сервис, вот. И здесь ищем MS IHCI, то есть доходим до M, вот, MS IHCI, да, вот оно. И здесь выбираем вот это, вот, старт, кликаем два раза, и вместо тройки, то есть, видите, здесь тройка, ставим нолик. Ок, не знаю, изменил или нет. Так, сейчас проверим. Да, видите, значение поменялось. Собственно, все, теперь перезагружаем, идем в BIOS и там меняем режим. Надеюсь, как зайти в BIOS, все знают. Хера, чем по кнопке DEL. Так, и, собственно, SATA порты, это где-то вот здесь вот, то есть в периферии. Но BIOS у всех разный, поэтому я не смогу сказать точно, где у вас настройка SATA. У меня вот, а, нет, это не оно. Сейчас, где-то здесь. А, ну вот, выбор режима работы SATA. IDE, IHCI и RAID. IHCI. Все. Ну, я сохраню, наверное, даже профиль. Короче, так и назову IHCI. Все, теперь его, собственно, и загружаем. Сохранить и выйти. По идее, теперь должна начаться загрузка драйверов для того, чтобы диск начал работать в режиме IFCI. Надеюсь, я все сделал правильно. Да, будет не очень приятно, если сейчас винда слетит или что-то типа того будет. О, видали? Кажись, все идет по плану. Только почему-то звук отключен. Служба аудио не запущена. Что за хуйня? Сука. О, все, заработало, пиздец. Вот это охуенно. Так, так. Идем сюда же. Да, видали, все правильно. Теперь IHCI написано. Охуеть. Необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменились ту пересилу, да. Видали, как все просто, пиздец. Надеюсь, результат хотя бы будет, потому что если результата не будет, то получится, что все это было зря. Ну, блядь, если люди говорят, что результат есть, что быстрее работает, я надеюсь, что это так. Хотя бы немножко, даже если будет быстрее, все равно, как бы... В принципе, мне пофиг, мне абсолютно хватало скорости этого жесткого диска. То есть он реально довольно быстрый, как для обычного HDDшника. То есть меня он абсолютно устраивает, но чисто вот мне стало интересно, поэтому я решил проверить. Да, все, компьютер перезагрузился. Все, так и осталось. То есть настройки применились. Я даже не думал, что все будет так просто. То есть, хоть я и делал все по инструкции, но, блядь, у меня вечно какая-нибудь хуйня, да, обязательно случится. Вот, а тут нифига, реально. Первого раза все абсолютно по маслу пошло. То есть все, систему проверяем. Видите, опять бездействие 99%, то есть абсолютно чистое. Собственно, теперь также запускаем Crystal Mark. Те же самые настройки. Так, ну и вот, собственно, результаты в режиме IHCI. Я, кстати, два раза их провел. То есть два теста в каждом по 9 проходов. И всегда результат был примерно вот такой. То есть вот эти числа примерно одни и те же. Причем в режиме IDE и сейчас они примерно такие же и были. Но вот это вот значение и в первом и втором тесте, то есть по сравнению с IDE режимом, в IHCI режиме и первый раз, и второй раз число было вот такое вот примерно. То есть практически в два раза выше, чем в режиме IDE. Ну, учитывая то, что в IDE режиме оно и так было очень низкое, то здесь оно, как бы, будучи в два раза выше, тем не менее, оно все равно очень низкое. Поэтому вроде как в два раза выше, но что там совсем мало, что тут совсем мало, хоть и в два раза выше, да. Ну, опять же, число в любом случае и там маленькое, и тут маленькое. Поэтому вот если бы здесь, допустим, тогда было 120, а теперь было бы 240. Вот это я понимаю результат. А так, когда там 0,6, а здесь 1,2, ну, практически 1,2, то что одно маленькое, что другое маленькое. Поэтому как бы хоть одно в два раза выше второго, но учитывая то, что первое совсем маленькое, второе хоть и в два раза выше, но все равно маленькое, короче, блядь. Я уже в два раза повторил. Вот эти значения тоже примерно как в DE-режиме. А вот это значение... Блядь, сука, тупая. Ну вот, короче, опять свет отключили. Хорошо, хоть я успел там самое главное сказать. Просто пиздец, блядь, Новый год нам устроили. Большую часть времени дня сегодня вот света вообще не было. До этого было еще более-менее тепло, они сделали нормально, как бы свет был, не отключали, по-моему, вообще. Последнюю, может, неделю, я не знаю, уже точно не помню. То есть свет вообще не отключали. Сейчас вот позавчера только начались холода, все, пиздец, свет начали опять отключать. И вот сегодня большую часть дня его вообще не было. То есть, пиздец, прикиньте, Новый год, самый главный, как бы, праздник. И ладно мне на него, как бы, насрать. То есть мне насрать на Новый год. Но само по себе то, что света нету, и, как бы, в праздник, это просто пиздец вот так вот относиться к жителям. Я просто в ахуе. Миллиарды выделяются на Крым, и они нихуя сделать не могут. Крым уже два года в России, и это нужно было... Самое главное, что сделать, обеспечить, как бы, независимость по самым, как бы, основным нуждам. То есть вода, свет, тепло, вот это вот. А они не отждали, сука, два года, когда взорвут эти ебаные опоры на Украине, и только потом начали что-то делать. Я просто в ахуе, блядь. Зла вообще не хватает. Это я сейчас еще спокойный. А когда они вот так вот внезапно его отключают, абсолютно рандомно, это ж пиздец, как вредно для компьютера. У меня уже не раз из-за этого слетал драйвер видеокарты. Если драйвер видеокарты слетает, то и для всего остального это, ну, понятное дело, очень негативно, как бы, влияет. Вот, просто пиздец, блядь. О, ну, короче, вот такая вот хуйня. Просто реально каменный век, ебаный. Вот, ну и насчет этого режима, HCI, и, как мы видим, нифига это вообще не дает. То есть, абсолютно то же самое. Притом, что, кстати, я смотрел в AID, у меня все правильно, как бы, жесткий диск, то есть, подключен через порт SATA 3.0. То есть, вот видите, ограничение 600 мегабайт. То есть, это точно не может быть ограничением. Это вот именно сам, сама вот эта технология, видимо, она мало что дает, по крайней мере, по скорости. Я не знаю, как насчет всего остального, но фиг его знает, блядь, в чем смысл ее, если скорость абсолютно та же самая. Ну, вы видели, там совсем немножко что-то вроде меняется, но это абсолютно, как бы, понты, и вот, в основном все то же самое. Вот, короче, вот так вот. Продолжение следует...